Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем гастро-канале Сладкий Персик. Ну, вдруг кто-то еще со мной не знаком. И сегодня я хочу вам показать, как приготовить винегрет. Но он не совсем обычный. Мы будем готовить его на праздничный новогодний стол. Я, конечно, знаю это популярное мнение, что винегрет это вообще не праздничный салат. Но почему мы так решили? Посмотрите сами. Винегрет, во-первых, очень красивый, и он просто потрясающе будет смотреться на праздничном столе, если правильно его подать. Во-вторых, он очень вкусный. Ну, никто же не будет спорить, что винегрет вкусный, правда? И третье его преимущество в том, что винегрет достаточно легкий и полезный. В нем очень много клетчатки, витаминов и минералов, которые содержатся в овощах. Поэтому мне кажется, что винегрету просто обязательно нужно выделить место на новогоднем столе. Когда у нас там такое обилие жирной майонезной пищи, что-то такое легкое овощное точно должно быть. И давайте это будет винегрет. Почему бы нет? Надеюсь, я вас убедила, поэтому дальше давайте готовить. Мы с вами берем овощи сырые. Я дальше буду пользоваться блендером, чтобы нарезать овощи на кубики, поэтому я их нарезаю просто вдоль, чтобы они у меня в блендер поместились. Если блендера и комбайна у вас нет вдруг, что, кстати, очень сильно упрощает готовку, но, конечно, можно просто нарезать овощи ножом. Можно подключить всю семью, чтобы вам помогли. Раньше я постоянно мужа просила мне помочь, потому что резать это очень долго, и я это не совсем люблю. И вообще, конечно, вы можете готовить овощи не так, как я это делаю в рецепте. Вы можете приготовить так, как вам привычно. Просто сварить, запечь в мундире, запечь уже порезанные овощи. Делайте так, как вам нравится. Я показываю один из способов, который я открыла для себя совсем недавно. Овощи я буду готовить в пароварке. Именно поэтому я использую овощи сырые, сразу их нарезаю на кубики и отправляю в пароварку. Пароварка у меня двухуровневая, поэтому в одну корзину я сложила картофель с морковкой, а в другую положу свеклу. Когда у меня не было пароварки, я всегда овощи запекала в духовке. Овощи, запеченные в духовке или приготовленные на пару, они вообще не сравняются с теми, что вы готовите на плите. То есть варите, да? Или даже с теми, которые можно быстро приготовить в микроволновке. Овощи, запеченные или приготовленные на пару, сохраняют свою текстуру. Невероятный аромат и насыщенный вкус. Даже картофель кажется намного вкуснее, чем просто вареный. Поэтому мой вам совет. Готовьте ли на пару или запеките в духовке. В духовке запекать точно так же. Нарезайте на кусочки, складывайте форму для запекания, накрывайте фольгой и отправляйте в духовку. Ну и готовите до мягкости. Пока у нас делаются овощи, я нарезаю таким же образом маринованные огурчики. Можно использовать маринованные или соленые. И нарезаю я их вместе с репчатым луком. То есть они у меня будут лежать в одной чаше, пока овощи запекаются. И таким образом лук немножечко промаринуется от маринада огуречного. И чуть-чуть отдаст свою горечь. Но не сильно. Потому что лук в винегрете, на мой взгляд, все-таки должен присутствовать. Но он не должен быть ядреный. Такой мягкий, свеженький вкус лучка. Дальше мы с вами приготовим заправку. И да, я не просто заливаю винегрет растительным маслом. Я беру подсолнечное масло, наливаю его в мисочку. И добавляю к нему зернистую горчицу и обычный мед. Горчицу советую брать именно в зернах, потому что вот эта вот ее текстура, она в соусе дает какой-то невероятный вкус. Мне она очень нравится в салатах. Но мед можете брать любой, который вам нравится. Главное, чтобы он был жидкий, чтобы соус потом можно было хорошенько перемешать. Посолить можно как соус, так и весь салат в салатнике, если вы хотите его быстро съесть. Если у вас такая большая кастрюля или большой тазик салата, то солить все-таки лучше в тарелке. Так он дольше простоит и не раскиснет. Я здесь немножечко подсолила сам соус, точнее саму нашу заправку. Вообще обязательно попробуйте приготовить такую заправку. Ее можно использовать не только для винегрета, она универсальна и подойдет просто для огромного количества салатов. Ну и дальше возвращаемся к нашим овощам. Они у нас уже приготовились. Мы немножечко их остудили, потому что горячие овощи лучше, конечно, не смешивать. Тем более не добавлять в них соус, чтобы они тоже не поплыли. Немножечко остужаем и потом смешиваем все ингредиенты и не забываем добавить зеленый горошек. У меня здесь консервированный. Потом поливаем нашей заправкой и хорошенько наш салат перемешиваем. Я знаю, что винегрет все готовят по-разному. Кто-то добавляет квашеную капусту и считает, что без капусты винегрет вообще абсолютно не может называться винегретом. Кто-то добавляет консервированную фасоль. Кто-то кладет маринованные грибочки. Я думаю, что все рецепты классные. Просто каждый готовит так, как он привык или так, как ему больше нравится. Ну и дальше. Чтобы винегрет смотрелся на нашем праздничном столе по-настоящему так торжественно, мы его красиво подадим. Для этого я использую вот такое вот пластиковое кулинарное кольцо, которое можно купить в крупных супермаркетах или заказать на маркетплейсах. Еще оно может называться пресс для салата. Выкладываю винегрет на тарелочку с помощью вот этого пресса и дальше аккуратненько кольцо поднимаю, и у нас получается очень красивый такой круглый салатик. Такие кольца есть маленького размера, как у меня на видео, а есть крупные. То есть не обязательно подавать винегрет порционно. Вы можете его выложить так же красиво на большую тарелку и поставить в середину стола. Дальше винегрет я украшаю зеленым луком, перепелиными яйцами копчеными и добавляю пару сухариков. Это все опционально, вы можете украсить винегрет так, как вам больше нравится. Просто именно эти продукты у меня были под рукой, поэтому я решила украсить ими. Посмотрите, какой красивый винегретик у нас получился. Но неужели вы не верите, что винегрет можно приготовить на Новый год? Посмотрите, какая красота! Всем желаю приятного аппетита!